всем привет с вами кекс и сегодня я делаю также очень вкусные блинчики эти блинчики будут с минеральной водой козированы я их буду использовать под сладкую начинку начинка у меня будет с маком и творожно-фруктовая которая будет вот так вот и и очень много в таких уголках также можно в эти блинчики использовать и соленую начинку ну в общем все по вашему желанию рецепт на самом деле ну очень простой поэтому давайте приступим берем сразу я налила сюда молочко молочка у меня пол литра и сразу сюда всыпаю сахар и ванильный сахар так как я буду использовать это под сладкие блины если вы будете использовать и туда и сюда и под сладкие под соленые то вначале не добавляйте ванильный сахар и испеките количество блинов которое вам нужно для соленых потом добавьте чуть больше сахара и соответственно уже делайте сладкие сразу сюда добавляю 2 яйца молоко вы видели я сюда уже сразу и соль насыпала и это все тщательно перемешиваю на этом этапе я буду добавлять тоже муку сразу всю можно также сразу добавить подсолнечное масло я его чуть позже добавлю в рецепте указано насыпать 8-10 столовых ложек с горкой обязательно с большой горкой я насыпала в начале 8 и вы и вам сейчас покажу тесто получается жидкая нет то есть она показалась реально жидкими и поэтому я решила всыпать именно 10 столовых ложек потому что она прям водянистая это прям для очень тоненьких блинчиков я понимаю что если я добавлю сюда еще минералку она станет у меня еще более жидким то есть вы видите как летает это просто практически водичка там поэтому я решила добавить еще 2 столовые ложки опять-таки с горкой муки тесто также мы будем отправлять на полчаса постоять для того чтобы она начала взаимодействовать с мукой жидкость и она немножко будет густеть не сильно заметно но все же если вы начнете выпекать сразу то концу выпечки вы поймете что у вас внизу более густое тесто чем вы начинали и блины будут более толстыми после того как мое тесто постоит в него нужно добавить подсолнечное масло где-то три с половиной ложечки я добавила где-то от трех до четырех ложек можно воспользоваться также сливочным маслом растопленным но все же с ним немножко сильнее пристают блины к сковороде но если у вас сковородка с антипригарным покрытием хорошая то можно воспользоваться именно сливочным маслом все равно вас ничего не пристанет теперь беру минеральную воду сильно газированную открываю и сразу же добавляю в наше тесто благодаря взаимодействию пузырьков воздуха которые там сейчас увидите пенится все внутри наше тесто получается очень нежным легким иногда получается поры на блинах но это очень очень редко вот на тесто получается очень нежным она довольно жидко она приблизительно по консистенции как однопроцентный кефир и опять таки я выливаю и кручу сковородкой так пока мое тесто не остановится на горячей сковороде продолжаю так же смотрю чтобы мой блинчик снизу поджарился поддеваю лопаточкой подглядываю вниз туда чтобы он стал очень красивый снизу и тогда мне удобнее всего опять таки пальчиками я подхватываю переворачиваю свой блин мне здесь конечно не совсем удобно держать одной руки камеру и переворачивать поэтому покажу уже сразу вот мой блинчик поджарился внизу он такой золотистый красивый получается и поджаривается со второй стороны приблизительно где-то у меня по 3 минуты и теперь этот блинчик можно выложить к остальным опять таки получается сейчас такие как сухенькие края мы берем растопленное сливочное масло и кисточкой смазываем эти края когда блин у нас полежит немножечко то он отойдет и пропарится вместе с другими блинами и станет полностью мягким края не будут твердыми не переживайте вот такие вот красивые румяненькие поджаристые блинчики получаются для творожной начинки я замочу 8 грамм желатина где-то 50 миллилитрами молока и оставлю набухать где-то на полчаса для того чтобы мой набух дальше я возьму творог у меня здесь где-то грамм 300 у меня не сильно будет прям творожная начинка у меня будет больше фруктовая она чем творожная вот у меня где-то 280 300 грамм кефир ой кефира простите творога здесь получается я буду добавлять в него 100 миллилитров молока и перебивать блендером для того чтобы получилась более однородная структура и более жидкая также сюда я сразу добавляю 4 столовые ложки сахара с горкой можно добавить еще ванильки можно не добавлять и вот я добавляю раз 50 миллилитров молока начну взбивать и потом добавлю еще 50 миллилитров молока и еще повзбиваю но вы смотрите и ориентируйтесь на вашу консистенцию творога у меня этот творог был домашний и он был очень хорошо отжатый довольно плотный поэтому вы смотрите по своему творогу я вот сюда всыпала вы видели только что это у меня кокосовая стружка захотелось мне вместе с фруктами использовать и кокосовую стружку перемешала ее с творогом пахнет прикольно и вот мой желатин теперь его разогреваю в микроволновке я поставила буквально секунд на 30 два раза доставала помешивать для того чтобы он равномерно разогревался но не закипел выливаю это все в нашу творожную смесь и быстренько перемешиваю у меня уже были порезанные подготовленные фрукты у меня здесь филированный апельсин и банан большая тарелка вы видите очень много фруктов у меня по сравнению с творожной массой можно использовать любую начинку которая вам нравится и хорошенько перемешиваю желатин здесь использую для того чтобы потом моя начинка не разваливалась немножко держалась кучи давайте приступим к упаковке наших треугольников такие блины можно делать треугольниками тоже допустим с какой-то соленой начинкой будь то с мясом будь то с курицей с грибами не важно это называется двойной треугольник мы закрываем так и закрываем треугольник делаем еще раз и получается у нас вот такие вот треугольнички там получается довольно очень много начинки за это я их люблю также я использовала купила у нас в атб вот такая вот уже была готовая маковая начинка решила не морочить голову но можно мак или потолочь или в блендере чуть-чуть измельчить замочить его в воде вот или в молоке добавить туда сахара и использовать под начинку ну а здесь уже все готовое там просто добавь кипяток и там уже сахар был в начинке и теперь размазываю тоненько по этому блинчику такие блины получаются очень вкусными и я их скручиваю в тоненькую трубочку не домазываю видите чуть-чуть до конца и теперь можно их разрезать просто квадратиком я буду делать с одной стороны косой разрез с другой стороны ровный можно разрезать пополам и еще пополам и у вас будут как ролики такие у меня вот такие вот косые ролики смотрите по размеру ваших трубочек насколько частей так вы хотите разрезать вот какие они красивые внутри в разрезе получается черненькие очень симпатичные я надеюсь вам понравился мой простой рецепт обязательно ставьте пальчики вверх вот смотрите мое предыдущее видео на блинах на кефире а с вами был кекс до новых встреч пока пока пока